Долговечность, доступность по цене, широчайшее применение. Студент химфака КБГУ создал супертвердый пластик, который, по его словам, можно использовать в космосе, архитектуре и медицине. Изобретение было признано лучшим на выставке инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа. Свойства гранул и нитей изучал наш корреспондент Адам Абазов. Супертвердый пластик – расходный материал, который используется для 3D-принтера. Аппарат производит объемные копии любых предметов. Идея создания полимера у студента 4-го курса КБГУ Азамата Хаширова зрела давно. В результате длительных исследований смог получить специальную нано-композитную пластиковую нить. Аналогичную производят всего несколько зарубежных компаний. Но отечественный продукт, говорит молодой ученый, превосходит иностранный по целому ряду параметров. Дешевле, долговечнее и может применяться практически в любой отрасли. В военной промышленности создание оружия боеприпасов, в космосе транспортировка легкая различных грузов. Далее в быту. Кому-то захотелось вазу красивую, он себе ее распечатал, которая в магазине нет. Протезы, импланты для людей, для животных. Вообще в любой сфере архитектура. Очень обширный спектр применения. Разработая точную формулу, молодому человеку помогли в научно-образовательном центре композитных и нано-композитных материалов при КБГУ. Работу с ним хажиров начало едва ли не сразу после поступления на химфак университета. Суперпрочный пластик получили путем смешивания полимеров с глинистым минералом галуазитом. Засыпаются все эти компоненты, пластмассы, полиэтилен в виде гранул. Дальше они расплавляются, выходят в виде такой нити, которую потом дробим на такой дробилке. И в виде вот таких гранул она получается у нас как конечный продукт, который используется уже в дальнейшем. Из полученного продукта выплавляют специальные формы, а после подвергают их тщательному анализу. Пластик испытывают на твердость, эластичность и экологическую безопасность. Смотрятся какие характеристики у материала. Также эти образцы можно сжигать и смотреть, насколько они огнестойкие, какое количество дыма, допустим, уделяется, количество теплоты. То есть, насколько они пожаробезопасны и в каких отраслях их можно использовать в дальнейшем. В течение месяца научно-образовательный центр университета планирует приобрести мощный 3D-принтер, на котором будут проводиться исследования, в том числе и нано-композитные нити. При положительных результатах планирует найти инвестора и наладить собственное производство карты G. Адам Абазов, Олег Мусаев, Вести, Кабардино-Балкария.